Здравствуйте, меня зовут Августа Ванина, я специалист отдела технического контроля студии Семантика и мы занимаемся продвижением сайтов. Я отлично знаю, какие SEO ошибки вы можете совершить при оптимизации вашего сайта и расскажу вам, как их избежать. Первая ошибка – это неоптимизированный контент. Недостаточно качественный и плохо оптимизированный контент однозначно приводит к плохой позиции в выдаче, а также к ухудшению пользовательского опыта. В худшем случае – к попаданию под фильтры. Катастрофа на этом примере – это главная страница сайта. Это не просто SEO-преступление, это жестокое обращение по отношению к контенту. Что делать, чтобы избежать этой ошибки? Проанализируйте ключевые слова и оптимизируйте контент в соответствии с ними. Обратите внимание на уникальность текстов и их полезность для вашей аудитории. Следующая ошибка – это перегрузка ключевыми словами. Переспам. Чрезмерное использование ключей точно негативно скажется на ранжировании сайта в выдаче. Это прямой путь под фильтры всех поисковых систем. Сайт на примере однозначно под санкциями фильтра Яндекса «Баден-Баден» и я его с большим трудом отрыла где-то на задворках выдачи. Используйте ключевые слова естественно и органично. Избегайте переспама и уделяйте внимание естественности текста. Например, у нас есть ключ, который очень изящно вписан в предложение. Что дают лайки в шедевруме? Предложение, в которое он вписан. Лучшее. Такую отметку дают тем работам, что набрали больше всего лайков в шедевруме. Дальше. Игнорирование локальных запросов. Контент, не оптимизированный под локальные запросы, в которые входит топоним, не приведет на сайт потенциальных клиентов, которые ищут товары или услугу в конкретном регионе, в конкретном месте. На примере мы оптимизировались под город и вот мы на видном месте в выдаче. Что делаем? Включаем в контент ключевые слова, связанные с вашим регионом, оптимизируйте метатеги и заголовки для локального поиска. Следующий недостаток это недостаточная ссылочная масса. Отсутствие качественных внешних ссылок, которые ведут на ваш сайт, однозначно замедляет рост позиций в выдаче и вообще его видимость в поисковых системах. На примере. За 8 лет существования этого сайта на него было не больше 13 внешних ссылок. О какой экспертности может идти речь в глазах поисковых роботов? Не о какой. Что нам с этим делать? Разработайте стратегию поиска качественных внешних ссылок, в том числе гостевые публикации, сотрудничество с партнерами и прочее. Занимайтесь линкбилдингом. Следующая возможная проблема это игнорирование социальных связей. Низкая активность в социальных сетях может уменьшить доверие к вашему сайту и повлиять на его позиции в выдаче, если у ваших конкурентов при прочих равных. СММ на уровне. Отличный пример – наша группа ВК. Ссылки на публикации в портале Semantica Media приводят туда пользователи, которые не будут целенаправленно искать, чтобы мне прочитать по SEO, но с радостью почитают на досуге, раз уж это появилось у них в новостной ленте. Что с этим делать? Активно ведите публикации в социальных сетях, делайте интересный контент, взаимодействуйте с вашей аудиторией, стимулируйте общение и направляйте их на ваш сайт. Теперь, конечно же, технические ошибки. Такие как долгая загрузка страниц, неправильная карта сайта, отсутствие защиты от вредоносных программ – это все приводит к потере посетителей и позиций. На примере, карта сайта, которой нет. Это отличный способ сказать поисковому роботу, что нас можно не торопиться индексировать. Что нам с этим делать? Проверьте, есть ли у вас технические ошибки и исправьте их. А также регулярно мониторьте, не появилось ли новых. Теперь поговорим об игнорировании мобильной оптимизации. Большинство пользователей используют мобилки, и неадаптированный сайт может оттолкнуть потенциальных клиентов и значительно снизить конверсию. Одна из самых больших болей – это расплывающиеся растянутые кривые таблицы. Что с этим делать? Очевидно. Внедрите адаптивный дизайн и создайте мобильную версию сайта для оптимального изображения на различных устройствах и экранах. Теперь неправильная структура сайта. Несистематичная и запутанная структура затруднит навигацию и приведет к ухудшению поведенческих факторов и даже количеству отказов. Что мы видим на примере? Мы снова видим издевательство над SEO. Такая структура – это грубейшая ошибка не только техническая, но и человеческая. Что делать? Пересмотрите структуру сайта, чтобы она была логичной и удобной. Используйте четкую и интуитивно понятную навигацию. Так, неоптимизированные метатеги. Это то, из-за чего поисковики не смогут правильно проиндексировать страницы сайта и показать их вашим потенциальным клиентам в выдаче. Поисковому роботу намного сложнее определить, что продвигается на странице, если там нет метатегов. На примере. На этом сайте нет мета, и пауки будут намного дольше разбираться в контенте, а значит поднимут конкурентов в выдаче выше. Что делать с метатегами? Проверьте и оптимизируйте все мета на сайте, обеспечивая их соответствие содержанию страниц и ключевым запросам. Следующая ошибка – это редкое обновление контента. Устаревший и малоинтересный контент снижает привлекательность сайта и понижает его рейтинг в поясовых системах. Кроме того, роботы не определяют релевантность страницы по неактуальным ключам. Как на этом примере, что может случиться? Во-первых, могут появиться подобные фактические ошибки. А во-вторых, таким образом сообщаем роботам, что сайт заморожен, активности на нем нет. Что делать? Регулярно обновляйте ваш контент, добавляйте новые материалы, следите за актуальностью информации, которая есть на сайте, и с актуальностью семантического ядра. Ну и, конечно, уделяйте внимание интересам вашей аудитории. Следующая ошибка – это игнорирование аналитики. Без анализа данных о посещаемости и поведении пользователей невозможно определить эффективность SEO и внести необходимые корректировки в стратегию. Что делать? Установить систему аналитики – это Google Analytics или Яндекс.Метрика – и регулярно анализировать данные. Какие страницы сколько трафика приносят, не было ли у нас резких падений или, если были, наоборот, взлеты, которым вы сможете порадоваться. Следующая наша беда – это неоптимизированные изображения. Медленная загрузка картинок из-за их неправильной оптимизации ухудшит поведенческие факторы и негативно повлияет на позиции сайта. На примере. Десяток таких картинок на одной странице и скорость загрузки может занять вечность. Оптимизируйте ваше изображение как по размеру, так и по формату. Используйте атрибуты alt для описания и не перегружайте ими страницу, если нет такой необходимости. Следующее – это использование нелегальных методов продвижения, ребятки. Применение черного SEO может привести к серьезному ущербу для репутации сайта и даже к его блокировке. Сосредоточьтесь на использовании белого SEO. Создавайте качественный контент, следите за рекомендациями поисковиков и избегайте использования вредных приемов. Если вы сможете избежать всех этих ошибок, то не упустите возможности вашего сайта. Вы сможете более осознанно подходить к продвижению, избегать потенциальных проблем и максимально использовать свои ресурсы. На этом все. Если у вас есть вопросы, задавайте нам их в комментариях. Нам и алгоритмам YouTube важно видеть обратную связь, поэтому подпишитесь на наш канал, включите оповещения о новых видео и скоро вы знаете очень много интересного про продвижение. Спасибо, что вы с нами. До встречи!